Так прикольно наблюдать, когда твое детище в первый раз что-то делает. Вообще очевидно. Все, погнал. Красавчик. Меня никто раньше папой не называл. Офигеть. Жизнь офигенная штука. Всем привет, ребята. Сегодня во влоге покажу, что у нас там с гаражом. И плюс с Темкой заводим его трактор новенький. Что-то он сломался. Если желательно комментируйте, ставьте оценки. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Давайте начинаем. На улице что-то опять какая-то не майская погода. Хотя наоборот там по-моему майская. Нормально там около 8 градусов. Начинаем день с водички. Первый стаканчик есть. Давай второй. В США вообще не пил воду. Вообще прям удивительно. Сегодня заводим трактор. Будем выгонять его на улицу. Не поверите, буду готовить бренчики. На кефире не готовил. Да вообще практически никогда. Только все на молоке было. Вот он. Кефир из вкусвила. Из бенка. И мука. Так. Начало положено. Ничего сложного. Кефир. Да, и вот, кстати, секрет. Сейчас кипяточку с кипятим. Кипяточек с кипятим. Заливаем кефир. Ну, не весь, наверное. Сейчас там по месту. И потом еще кипятка сюда. Жаришка пошла. Кстати, вот это прикольное решение, да? Мне раньше тоже так бабушкой повелось. Родители, чтобы если капает, чтобы она маслянистая. Ну, то это руками не трогало. Вот за такой вот пакетик. О, целая бодья получилась. И жарю на двух сковородках. Время на самом деле сейчас не очень рано, не очень поздно. Мы вот сколько? Позавчера прилетели. Я уже запутался. А то сейчас в США сколько там? Десять вечера. У нас восемь утра. Ну, конечно, вроде вошли в режим. Восемь утра. Проснулись. Вчера легли где-то в час ночи спать. Нормально. Тебань, что ты загоняешь? Придай привет зрителям всем. Соскучились по тебе все. О, целый патронтаж блинов на кефире. Нормально. А у нас тут целая стройка. На Сочи родители делают. Заливают целую площадку, стоянку для машин. И этот, как вон, и гараж. Ну, а сейчас в бетономешалку приехал. Мы с Тенкой вышли. Ему очень интересно смотреть, что что-то такое происходит. Столько бетона. Сейчас все разровняют. Ну, вот здесь еще будут столбы. Навес будет. Вот. И у нас, соответственно, здесь вот гараж. Там сейчас тоже внутри все делают. Плиточку. Вот так вот. Ого. Льется, льется. Тенка развлекается с лужами. Всегда любил такие штуки. Прикольно такая. Вкручиваем. Одной рукой. Как стало неудобно. Сейчас. Давай, давай. Иди, дядя. Давай. Ты бетономешалку? Бетономешалку. Давай вот сюда вот залей. Тенка теперь играет бетономешалку. Давай заливай. А я буду дядей. А, ты дядя. Давай. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Тенка как раз все стройку практически застал. Мы тут приехали. Вообще ничего не узнать. Везде гаражи. Земли дофига. Вот эта вот, которая на месте гаража была. Это вот еще новая. Плодородная. Тенке вообще по кайфу. Деревенский житель. Вот этот вот красавчик RX-17 Neo. Как уже в вчерашнем влоге говорил. Разыграю его среди спонсоров канала. То есть это те ребята, которые меня поддерживают на YouTube. Под каждым видео. Там с мобильника или с веб-версии. Есть кнопка спонсировать. Вы меня поддерживаете, соответственно, рублем. Там это стандартная штука. 249 рублей. Плюс получаете определенные специальные значки в комментариях. Ну это понятно дело. Мелочь, но приятно. А так ежемесячно. Вот в апреле не разыгрывал. В мае буду разыгрывать телефон. RX-17 Neo. От компании OPPO. Стоит 23 тысячи рублей. Новый совершенно. После моего обзора. В комплекте зарядка гарнитура. Здесь наверное чехольчик есть. Вот его название. Его коробка. Он сейчас разряжен. Надо будет его зарядить. Вот. И здесь сканер печатка пальца под дисплеем. Так что прикольно. Тема. Шансы повышаются. Спасибо тем, кто меня поддерживает. Сейчас, ребята, буду снимать видео небольшое. Про вот этот накопитель на 1 терабайт. Тоненький. Очень шустрый. Через Type-C. Сейчас подрублю. Хочу вам, точнее, к вам обратиться с просьбой. Если вы вчера не увидели это видео, то по ссылочке в описании я вам его оставлю. Посмотрите, пожалуйста. Понятное дело, что там просмотров будет не как на блоге, потому что, ну и слишком там, не хочу умудрить с названием. То есть, поддержите меня просмотром, что ли. Вот. Чтоб там побольше было. Чтоб не выделялось. А то, знаешь, на какой-нибудь телефон сделаешь видео, там как раз на Hire было. 6500 просмотров. Ну, понятное дело, кому интересно смотреть про Hire. Вот поэтому столько количеств просмотров. Так что, если меня поддержите, будет круто. Ссылка на это видео в описании. Крикните. Откроется и дальше поехали. Не, ребят, на самом деле, если не сложно, то перейдите, посмотрите, пожалуйста, про этот жесткий диск. Потому что не стал его так впихивать в влог. Решил сделать отдельное видео. Вот. С отдельным нормальным названием. Вот. Ладно. Так. Ну, пока пусть здесь, наверное, останется. Ну, кстати, смотрите. Оля себе купила вот такой вот ремешок. Какой, не знаю, неждо розового цвета, что ли. И очень прикольно мне подходят цифры. Видите? Как раз тоже под цвет. А я себе купил 4 сменных ремешка в этом Амазоне. Вот там это, как называется, пикапнули. То есть заказали в этот влогер. Вот. Смотрите. Неждо не видно. Короче, красного цвета я один взял с собой. Мне кажется, с красным цветом выглядит просто охренительно. Хотя, видите, как красный цвет очень классно вот с этим еще сочетается с таким, с темно-сером. Ну ладно. Диван неважно. Главное, что это с часами круто идет. Очень похоже на оригинал, но они намного легче. Конечно, с оригиналом не стоят рядом. Но стоят значительно дешевле, конечно. Так. Все, настало время вывозить наш трактор. Тенкин. Джон Дир. Еще прицеп, но прицеп потом. Сначала так научатся управлять. Вот. Площадочка получилась. Ага. Там внутрь еще плитку кладут. Вот. Я думаю, что завтра уже высохнет, наверное. Не, в любом случае пару дней. Вот такая площадочка здоровенная. Так, ладно. Погнали. Что, он уже работает? О, работает. Работает трактор. Давай, нажимай на педаль. Вот. А теперь руль поворачивай. Руль поворачивай. И теперь дави. Давай. Папа, колёсик. Да, давай, нажимай на педальку и поешь. По сломанной колёсик. Да. Давай, надо починить. Что там? Надо шиномонтаж делать, что ли? Да. Ага, так. Слушай, а фару-то протер? Нет. Давай, фару протрем. О! 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 а чё не получается даже задний ход есть а потом к этим сай подрастешь ограничитель с ним здесь есть вторая скорость намного быстрее может ездить вообще профессиональная штука что-то сломано корес почему сломаны непонятно проверяем вездеходные свойства кстати по траве по песку кататься прикольно давайте у нас оффроуд так на ветку о суши нормально вообще тем прикольный трак так прикольно наблюдать когда твое детище и в раз что-то делает очень очевидно все погнал красавчик прям меня никто раньше папа не называл жизнь офигенная штука здесь единственно нужно доработать педальку газа потому что надо короче момент газа сделать папа выше а то только когда сильно-сильно нажимаешь он едет отемки так неудобно то есть он нажимает и не может до конца поражать надо будет посмотреть так профессионал давай забрался так телефон телефон а телефон заряжен отлично банк у нас такие еще испанские миньоны кстати тюбик у нас живет в такой куныре он когда хочет внутри он ее так наверх делает когда хочет снаружи он про на нее запрыгивает так это нам сюда лампочка уже должны на следующей неделе прийти заказал блока у шторы чтобы здесь вот закрывать все и можно было днем даже включать проектор то есть здесь будет полностью темнота надеюсь но это проверим насколько будет снизу еще все дело высвечивать потому что у нас в спальне блокаут здесь очень хочу вот два окна сделать блокаут блин одна штора стоит 7 300 рублей в итоге мы взяли две блокаут и еще одну ванну такую типа еле еле она конечно не блокаут а просто она закрывает в итоге заказ на 19000 получился это мансардные окна здесь ничего не поделаешь дешевле ничего нет зато можно будет проектор днем запускать вечер кстати многие пишут под влогом но комментарии о том что ирюх но это уже не так заходит как америка оно и понятно ребят потому что америка было не знаю вырыв мозг что-то и народу интересно потому что это настолько недосягаемо по ходу потому что получить визу тоже целая эпопея и по деньгам это уже эпопея но понятное дело что америка было интересно обычные логи возможно не так интересно смотреть но пока у меня просто есть желание просто их снимать или это наверно хорошо потому что канал всегда переживает какие-то разные стадии то подъем то спуск сейчас вот видишь сама есть какие-то задачи которые мне нужно но сделать к примеру там обзору вот жесткого диска потому что никогда прислали карт памяти помутать на 256 гигабайт вот мы условия что потом когда-нибудь я сделал какой-нибудь обзор на железку transcend вот пожалуйста потому что это жесткий диск мнение остается его протестировал посмотрел вам показал выложил на канал как бы интернету показал и все сейчас я его отдам обратно но такие видео понятно что меньше смотрится но буду признателен если поддержите меня просмотров просмотрами вот давайте до завтра завтра надеюсь тоже проснусь с утра и начну снимать блога блог кому-то может интересно со мной смотреть хорошо когда у тебя экран поворачивается ты можешь сам себе видеть ладно ребят давайте спокойной ночи доброго утра доброго дня не важно что у вас там до завтра